Свой рабочий визит в Брест глава Совета Республики начал с посещения Брестского электролампового завода. Единственное в своем роде предприятие в стране переживает не лучшие времена. По мнению Михаила Мясниковича, во многом это связано с тем, что до сих пор оно не имеет конкретной стратегии развития. Сегодня, когда мировой рынок практически еженедельно диктует обществу новое правило, расширяя спектр выпускаемых товаров и совершенство уже существующее, очень важно быть на чеку, активно осваивать новинки. Освоение новой продукции это крайне необходимая мера. И если предприятие и дальше будет только обещать, они уже обещали мне, когда еще и премьер-министром работал, не выполнили эти обязательства, сейчас повторяется та же картина, то возможно и кадровые, как говорится, рассмотрение кадровых вопросов. В плане рабочего визита председателя Совета Республики еще один производственный гигант. Открытое акционерное общество «Ковры Бреста» свой первый продукт выпустило в далеких 60-х годах прошлого столетия, с каждым годом набирая производственные обороты. Даже в непростые 90-е предприятие смогло удержаться на рыночных платформах. Сложности возникли в начале 2000-х. Дефицит оборотных средств, убытки привели акционерное общество в 2014 году к крайней мере объявлений о банкротстве, после чего начался процесс санации. Сегодня, по мнению Михаила Мясниковича, свет в конце тоннеля появился. Поэтому очень важно именно сейчас принять нужные меры, для того, чтобы предприятие смогло уверенно вернуться в рейтинг успешных. Мы тщательно рассматривали финансовые потоки, а как будет потом. Банки пошли навстречу, наши коммерческие банки пошли навстречу предприятию, реструктуризировали задолженность. Это позволяет в определенной степени предприятию функционировать. Но очень много еще различного рода издержек в производстве, в обращении, которые бы улучшили экономику предприятия за счет снижения себестоимости. Предприятие Ковребреста увеличивает объемы производства. Ну и некий свет, как говорят в конце тоннеля, он виден. Это не беспроблемно, но если таким образом будет продолжаться тренд вот такой, значит мы можем говорить о том, что к концу санкционного периода предприятием сможет стать уже на ноги. На сегодняшний день мы преодолели несезоние, скажем так, потому что Ковребреста сезонная продукция. Сейчас с августа месяца начинается сезон. Заказами мы обеспечены. Проблема наша, как была, так и есть, это оборотные средства. Но сегодня более-менее мы и с этим справляемся. То есть работаем мы конкретно, на склад мы не нарабатываем, работаем конкретно на покупателя. Структура складских запасов значительно изменилась. То есть сегодня у нас на складе вся продукция, это где-то порядка 180 тысяч метров квадратных у нас на складе сейчас, и вся продукция будет реализована практически на 100%. На предприятии и сегодня многолюдно. В цехах в руках опытных мастеров, отдавших работе в акционерном обществе не один десяток лет, продолжают появляться на свет новые ковровые решения. С твоим директором хорошо, зарплата вовремя. Хорошо, работаем каждый день. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щерб, Дмитрий Лазарчук, Телекомпания, Бук-ТВ.